О чем мы сегодня с вами поговорим? Во-первых, мы поговорим о том, что такое клиническая ароматерапия, очень кратко, потому что она отличается от бытовой ароматерапии. Я вот только что была в поездке и очень четко увидела эту разницу между бытовой ароматерапией, например, которая развита очень в Таиланде, и ароматерапией натуральной. Я в Камбодже купила, для себя я очень сильно удивилась, сейчас вам покажу, очень классные эфирные масла. В частности, я купила масло атласского кедра, не могу от него оторваться, настолько высокого качества, я представить себе не могла, что в Камбодже есть качественные эфирные масла. Вообще, в любой стране, где я нахожусь, я всегда стараюсь найти магазины, в которых есть профессиональные аромомасла. Великолепный эвкалипт лучистый я там нашла тоже, и мне очень здорово повезло, потому что там же оказалось отличное масло чайного дерева. Вообще, масло чайного дерева, я думаю, многие из вас знают, это одно из самых универсальных эфирных масел, и оно производится только в Австралии, потому что только в Австралии растут эндемики, растет чайное дерево. Если чайное дерево посадить в другой стране, то климат другой, и масло уже не будет такое качественное. Ну, Австралия, конечно, к Камбодже поближе, поэтому, наверное, там оказалось очень хорошее масло чайного дерева. Мы поговорим с вами о гормональной коррекции при помощи ароматерапии. Когда это возможно, когда это эффективно, а когда это не работает? Я вам дам схему аппликации эфирных масел на яичники сегодня при дефиците эстрогенов, и скажу, в каких ситуациях, в каком возрасте это целесообразно использовать. Забегая немножечко вперед, сразу же хочу сказать, что это можно делать и в репродуктивном возрасте, и в ранней менопаузе. Точно. Насчет отдаленной менопаузы тоже можно использовать, но я не уверена, насколько это будет эффективно. Я вам расскажу про арома масла для возрастной кожи, и я хочу сказать, что это моя отдельная любовь. Арома косметологии – это моя отдельная любовь. И прям об этом тоже могу очень много говорить. И, конечно, я отвечу на все вопросы. В первую очередь на вопросы, которые будут касаться этой темы, то есть ароматерапии, в гормональной коррекции, в антиэйджи, в омоложении, в уходе. Ну и на другие вопросы, если останется время. Вы знаете, я с удовольствием отвечаю всегда на ваши вопросы. Итак, давайте напомним, что такое гормональный дисбаланс. Ага, у нас еще Москва, тут Юля, привет, Екатеринбург, Подмосковье, Москва, какой-то прекрасный город, не то Бегвер, не то Бегвер. А, Денвер, Колорадо. Денвер, Колорадо. Прекрасно. Значит, смотрите, что такое гормональный дисбаланс. Гормональный дисбаланс – это не только когда какого-то гормона слишком много или слишком мало, но это такая очевидная ситуация гормонального дисбаланса. Это еще когда нарушена пропорция между различными гормонами. То есть, например, эстрадиол может попадать в референсные значения, и прогестерон может попадать в референсные значения, а пропорции их будут неоптимальны. И женщина будет испытывать определенные симптомы гормонального дисбаланса, как будто бы прогестерон у нее снижен. А гинеколог будет говорить, я имею в виду традиционный гинеколог, классический, непревентивный, он будет говорить, да у вас в норме прогестерон, все не при дела. Ну и, наконец, третий случай, когда мы испытываем симптомы гормонального дисбаланса – это когда гормоны у нас все в норме, но они не попадают в клетки мишени. Достаточно частая ситуация – это может быть и прогестеронорезистентность, когда прогестерона достаточно, а в клетку мишени не попадает. Это может быть тиреоидорезистентность, когда гормонов щитовидной железы сама железа вырабатывает достаточно, а в клетку мишени не попадает. Мы такой гипотиреоз называем еще тканевым или периферическим гипотиреозом, потому что к самой щитовидной железе вопросов нету, а есть вопрос к транспорту гормонов в клетке мишени. Там тоже есть разные механизмы. Какие самые частые гормональные дисбалансы мы наблюдаем? Это иногда, когда утром нам сложно проснуться, а вечером нам сложно заснуть. Это типичный пример сбоя суточного цикла кортизола. Это когда днем мы хотим спать. Высокий низкий эстроген, высокий пролактин, сниженный прогестерон, низкий пригнилолон. Прогнилолон – это бабушка всех гормонов. Это тот гормон, из которого потом образуются другие стероидные гормоны. Иногда проблема возникает именно на этом уровне. Гормоны щитовидной железы, стероидные гормоны могут быть как низкие, так и высокие. Тоже гормональный дисбаланс. И очень-очень часто бывает комбинация отклонения нескольких гормонов. И чаще всего это связано с кортизолом. Потому что когда у нас высокий кортизол, это очень часто ведет к отклонению в гормонах щитовидной железы, к отклонению в половых гормонах. Поэтому очень часто гормональные дисбалансы начинаются с дисбаланса кортизола. Это к бабке не ходи. 100%. Очень часто вижу это в тех случаях, когда работаю с женщиной. Причины гормональных дисбалансов. Я думаю, что многие из них вы знаете. И я как специалист, который занимается гормональной коррекцией, который работает в эндокринологии, на первое место четко ставлю стрессы и внутренние конфликты. Конечно, речь идет о функциональных расстройствах. Когда у нас сам орган в порядке, без органических изменений, а уровень гормонов не тот. Поверьте мне, стресс это причина номер один. Ксенобиотики. Ксенобиотики это чужеродные вещества. Например, те же ксеноэстрогены, антибиотики, которые попадают к нам в организм извне. И не обязательно с приемом лекарств, хотя очень часто это происходит с приемом лекарств, но и с продуктами питания, с водой, с другими воздействиями внешней среды. Они тоже приводят к гормональному дисбалансу. Сейчас, например, за последние 20 лет количество эндометриоза выросло кратно. И с одной стороны, одна из последних теорий эндометриоза говорит, что он закладывается еще внутриутробно. Но то, что он закладывается внутриутробно, это не значит, что он будет развиваться. А развивается он как раз очень часто по причине внешних воздействий. Неправильное питание тоже может быть причиной гормональных дисбалансов. Инсулино-резистентность, лептино-резистентность, проблемы со щитовидной железой, тот же дефицит йода. Все это может быть следствием неправильного питания. Плохой сон. Но тут связь прямая, потому что нарушение выработки мелатонина, нарушение выработки гормона роста, соматотропина, очень часто связано с нарушениями сна. Потому что они максимально вырабатываются во время ночного сна. Физнагрузки могут являться причиной гормональных дисбалансов. Причем обе крайности, чрезмерные физические нагрузки зачастую приходят к снижению уровня эстрогена и как следствие к именореи, то есть к отсутствию менструации, к дефициту половых женских гормонов. Отсутствие физнагрузки тоже может приводить к гормональным дисбалансам, к той же инсулино-резистентности, например. Кортизол у нас очень хорошо уходит, если мы занимаемся умеренными физическими нагрузками, если мы занимаемся йогой. Если мы этим не занимаемся, то дисбаланс кортизола тоже может быть весьма вероятен. Возраст. Возраст – это существенная причина гормонального дисбаланса. В первую очередь связана с тем, что в какой-то момент у женщины перестают работать яичники, перестает вырабатываться эстрадиол. Тем не менее, когда мы говорим о проявлениях менопаузальных, последние исследования показывают, что это связано не столько со снижением уровня эстрадиола, сколько с колебаниями гормонов, в частности эстрадиола, ФСГ и ЛГ. И поэтому менопаузальные симптомы, такие как приливы, тахикардия, плохой сон, они характерны для женщины в переменопаузе, то есть за несколько лет до менопаузы и несколько лет после менопаузы. В отдаленной менопаузе, как правило, в постменопаузе этих симптомов уже не бывает, потому что там стабилизировался уровень гормонов. Вы помните, что я менопаузальный переход называю подростковым возрастом наоборот, да, то есть когда у нас происходит половое созревание, у нас гормоны пляшут, это приводит к разным самым нюансам, начиная от перепадов настроения, акне подростковых и других всяких, наборы веса, других всяких нюансов по здоровью. То же самое происходит в менопаузальном переходе, опять начинают скакать гормоны до того, как они устаканятся, и тоже у женщин бывает и возрастное акне, и психоэмоциональные расстройства испытывают 90% женщин в менопаузальном переходе. Ну и такие симптомы, как приливы, тахикардия, потоотделение, это тоже следствие колебания гормонов. Ну и последняя причина гормональных дисбалансов, это органические заболевания эндокринных органов, то есть тех органов, которые вырабатывают гормоны. Чаще всего это какие-то опухолевые заболевания, это могут быть опухолевые заболевания надпочечников, могут быть опухолевые заболевания щитовидной, железоечников, но это могут быть какие-то травмы, которые тоже могут приводить к гормональным дисбалансам. Вот такие вот причины гормональных дисбалансов, и мы сегодня будем фокусироваться в первую очередь на возрастных изменениях, потому что мы с вами говорим о теме омоложения, но помним, что в этой истории, в возрастных изменениях все равно стресс, внутренние конфликты играют значимую роль. И женщины, которые спокойно встречают менопаузу, спокойно встречают какие-то симптомы, у них проблем, как правило, на порядок меньше, чем женщины, которые очень тревожно к этому относятся, очень волнуются по этому поводу, переживают по поводу потери своей какой-то женской идентичности, чего на самом деле не происходит, хочу я вам сказать. Итак, коррекция гормональных дисбалансов, когда она делается? Как правило, коррекция гормональных дисбалансов, за редким исключением, если это не тяжелая какая-то генетическая история, не делается в подростковом возрасте, вот в том переходном периоде, когда уровень гормонов еще нестабилен, потому что там может происходить все что угодно, пока не стабилизировался гормональный фон. Поэтому, как правило, гормональными расстройствами занимаются в репродуктивном возрасте, ну так грубо давайте говорить, что это 21 год и старше, да. Возрастная коррекция в перименопаузе, перименопауза считается, что в среднем начинается в 40 лет, но кто часто смотрит мои эфиры, вы помните, что первые гормональные дисбалансы начинаются в 35 лет у многих женщин. Происходит снижение уровня прогестерона. Я имею в виду гормональный дисбаланс, связанный с половыми гормонами, потому что щитовидная железа надпочечники, это может и раньше произойти и позже. 35 лет. Почему так происходит? Потому что не каждый цикл у женщины случается овуляция. Не каждый цикл случается овуляция, значит не созревает желтое тело, а желтое тело вырабатывает прогестерон. Значит эстроген у нас высокий, а прогестерон может быть уже низкий. И вот дефицит прогестерона, низкий прогестерон, это достаточно характерный дисбаланс для женщин возраста 35+. Очень часто бывает, очень часто ПМС начинается в этом возрасте, хотя у кого-то ПМС начинается, вот как в подростковом возрасте начинается, так женщина всю жизнь с ним живет. Это неправильно. С ПМС можно очень хорошо и очень эффективно работать, потому что есть очень хорошие телесные практики, есть очень хорошие ароматерапевтические практики, есть прекрасные травы, которые помогают. Поэтому если у кого-то у вас есть дочки подросткового возраста или там любого репродуктивного возраста, которые мучаются от ПМС и принимают обезболивающие средства, это не то, что нужно делать. Нужно прийти на нашу программу «Энергия молодости», и они забудут просто про ПМС раз и навсегда, потому что те практики, которые у нас есть в этой программе, они очень-очень хорошо и эффективно работают с ПМС. В перименопаузе возрастная коррекция очень активно используется, потому что в перименопаузе как раз может быть очень яркая симптоматика, связанная с колебанием уровня гормонов. И под перименопаузой мы понимаем период от начала пременопаузы, то есть грубо говоря от 40 лет, и потом еще год после наступления менопаузы. Менопауза это точка, помним, которая ретроспективно определяется через 12 месяцев после последней менструации. И после последней менструации тот период, который происходит в жизни женщины, корректно называется постменопауза. Но иногда его еще называют климаксом или сокращенными на паузу. И конечно здесь гормональная коррекция тоже это очень важная такая составляющая поддержания женского здоровья. Кстати, независимо от того, есть у вас симптоматика или нет у вас симптоматики, имеет смысл поддерживать свой организм с помощью гормональной коррекции. Мы сегодня с вами не будем говорить про заместительную гормональную терапию, про менопаузальную гормональную терапию, о которой мы говорили вчера. Мы сегодня с вами будем говорить про естественные методы, в первую очередь про аромотерапию. Но последний слайд о подходе в целом. Конечно, к любому гормональному дисбалансу лучше всего использовать системный подход. И системная коррекция гормональных дисбалансов включает в себя, как ни странно, глубинные смыслы. Я всегда об этом говорила, говорю и буду говорить. То есть понимание каких-то важных вещей в своей жизни, своего предназначения, своих жизненных ценностей, понимание своей миссии, понимание, зачем вы пришли в этот мир. Я сейчас в поездке познакомилась с очень интересной женщиной. Ей 55 лет, фактически моровестница. И по ряду причин ей нельзя использовать менопаузальную гормональную терапию. Она, конечно, поэтому очень заинтересовалась моей методикой. Но у человека есть прям жизненная миссия, есть предназначение, причем не связанное с ее профессиональной деятельностью. Это как ее какое-то хобби, которое выросло в очень интересный проект. И я понимаю, я вижу ее уровень энергии, я понимаю, что да, конечно, будет здорово, если она будет использовать фитотерапию. Фитотерапия позволит ей долго оставаться здоровой. Но с учетом того, что у нее все хорошо с глубинными смыслами, у нее достаточно все хорошо с психоэмоциональной сферой, именно поэтому у нее классный уровень энергии. Поэтому очень важно этим заниматься. Антистресс-терапия, это прям в нашем мире, я думаю, вы все понимаете, без этого никуда. Особенно последние 4 года нам показали, насколько наш мир может быть хрупок, неустойчив, насколько он быстро меняется, насколько нам важно уметь гибко на это реагировать, насколько нам важно уметь принимать меняющиеся обстоятельства. И, кстати, на последнем ретрите очень классные у нас приезжали девчонки. Их было несколько примеров отличных, как люди реагируют на какие-то неожиданные обстоятельства в своей жизни, насколько это помогает, насколько человек более гармонично существует. Поэтому этим важно, конечно, заниматься. Гормональные телесные практики, висцеральные техники, которые есть у нас в программе «Энергия молодости», очень тщательно, очень вдумчиво мной отобранные за многолетнюю практику не только йога-терапии, но и других телесных практик. Хито-арома-терапия, ну, вы знаете мое мнение, я считаю, что для того, чтобы оставаться здоровыми, траволечение после менопаузы, в постменопаузе – это просто обязательная история. Питание. Не то, чтобы там надо сильно заморачиваться на питании, достаточно здравого смысла в питании и определенных акцентов, которые нам важны в менопаузе. У меня, кстати, случилась интересная история сейчас в поездке. У меня незадолго до поездки начались приливы. И приливы такие, ну, слабенькие приливы, я думаю, понаблюдаю пока, пока я пью травы, но моя программа травы для меня пока не включает гормональную коррекцию, связанную с приливами и с большим дефицитом гормонов. Думаю, понаблюдаю. Поехала в поездку, и все, ни разу не было, да, за 18 дней я была в поездке в общей сложности, может быть, даже 20, потому что я работала еще из Азии несколько дней. Как только я вернулась домой, в первый же день у меня снова проявились приливы. Я стала анализировать, думаю, а что могло быть фактором того, что там у меня приливов не было, а вот незадолго до отъезда, и сразу же, как только я вернулась, они у меня начались. Ну, я два фактора отметила для себя. Во-первых, другое питание, но это совершенно очевидно, потому что используется очень много специй. Я была в Таиланде, Лаосе и Камбодже, и там кухня похожа. И очень много используется имбиря, очень много используется куркумы, очень много используется кардамона. А эти те специи, которые имеют эстрогенную активность. И второй момент, который я отметила, я брала с собой дезодорант натуральный, который я делаю сама. Мы об этом, кстати, поговорим тоже сегодня. Дезодорант на основе эфирного масла, шалфея, мускатного. И я его использовала там достаточно регулярно, несколько раз в день. Почему? Ну, потому что там очень жарко. В то время, как дома я его не использую. Я какие-то дни его вообще не использую, потому что нет в этом необходимости. И это мог быть второй фактор, который повлиял на отсутствие приливов. Потому что из примера своих клиентов, я знаю, у меня было несколько человек, которые просто используя дезодорант натуральный с эфирным маслом шалфея, у них количество приливов резко уменьшилось. От 20 в день до 2-3 в день. Вот так вот интересно. Это к питанию, к тому, что определенные специи, определенные продукты питания, они тоже имеют эстрогенную активность и могут нам помогать в этом прекрасном возрасте. И на своих программах, которые связаны у меня с Минопаулой, я про это питание рассказываю, там буквально несколько акцентов нужно. Кстати, один из фруктов, который поддерживает эстрогенную активность, добавляет нам уровень эстрогенов, я думаю, вы удивитесь, но это персики. Это персики. И, кстати, персики нутрициологи тоже очень хвалят с точки зрения соотношения фруктозы и глюкозы. Там не так много фруктозы и глюкозы. То есть персики можно есть практически без ограничений, в отличие, например, от того же винограда. Ну и, конечно, образ жизни связан с минимизацией внешних вот этих факторов, чужеродных эстрогенов, ксеноэстрогенов, ксенобиотиков, потому что, конечно, они тоже влияют на гормональный дисбаланс. Это если мы с вами говорим о системном подходе, я считаю, что важно об этом знать. Но в сегодняшнем эфире мы с вами сконцентрируемся на моей любимой ароматерапии. Я знаю, что кто-то из вас, кто присутствует в эфире, проходили мою программу аромахолистики. И я знаю, что очень много от нее получили и были очень довольны. Поэтому можете в чате об этом написать. Но кто-то, наверное, не знает, что такое ароматерапия. Кто-то, наверное, первый раз будет слушать о том, как ароматерапия может быть полезна для нашего здоровья и для омоложения. Мы сегодня об этом поговорим. Для тех, кто меня не знает, если такие люди в пятницу вечером пришли меня послушать, спасибо вам большое, что нашли время. Я про себя долго не буду говорить. Скажу только, что 27 лет я занимаюсь темой женского гормонального здоровья. Мой подход – это стык восточных оздоровительных систем и доказательной медицины. Именно здесь я вижу наиболее оптимальную историю. Ну и, наверное, больше стоит рассказать, почему я говорю с вами об ароматерапии сегодня. Ну и надо сказать еще, что занимаясь гормональным здоровьем, я написала книгу. В прошлом году она вышла. В феврале месяце книга называется «Время быть мамой». Она посвящена как раз работе с гормональными всякими проблемами. Несмотря на то, что в первую очередь она предназначена парам, у которых есть сложности с зачатием и с рождением малыша, тем не менее книга будет полезна каждой женщине. Там мой системный подход, моя методика методолистика изложена в полном объеме. Книга пока еще доступна практически во всех крупных интернет-магазинах, но она точно доступна в электронном и аудиоформате. Я имею в виду, кто любит бумажное издание, еще пока доступна, но уже тираж подходит к концу. По поводу ароматерапии. Что я хочу сказать? О ароматерапии я начала учиться в 2014 году. У меня были прекрасные наставники. То есть я училась у конкретных людей, у которых нет своей школы. Потом я отучилась в Америке, в таком Тисент-институте. И благодаря этому я являюсь членом Международной ассоциации фитоароматерапии НАХА и АСДСП. И потом я прошла 12 программ в нашей школе ароматерапии ИРИС. 12 программ. То есть абсолютно все программы. И аромапсихологию, и аромокосметологию. И, наверное, для сегодняшней встречи будет наиболее интересно, что у меня есть такой курс, как фито-гормональная коррекция в программах омоложения и оздоровления. То есть тут специализация у меня тоже эндокринологическая и гормональная коррекция. Итак, давайте несколько слов я вам скажу о том, что такое клиническая профессиональная ароматерапия. Чем она отличается от бытовой? Клиническая профессиональная ароматерапия связана с здоровьем. И это целенаправленное введение в организм человека 100% натуральных эфирных масел. Причем масел высочайшего фармакопейного качества. И цель этого – восстановление гомеостаза человека. Ну, говоря простым языком, восстановление физического здоровья, восстановление психоэмоционального здоровья, восстановление целостного здоровья. Это кардинально отличается от бытовой ароматерапии, которую люди используют. Вот, например, Таиланд – прекрасная страна. Только что я там была. Но там найти натуральные эфирные масла очень сложно. Это можно сделать только в специализированных магазинах, которые специализируются на теме здоровья или детокса. Если вы попадаете в какой-то магазин, в котором написано «Herbs», написано «Травы», написано «Ароматерапия», «Ароматерапия», но у меня поставленный нос на ароматерапию. И ты только подносишь вот то, что они предлагают как натуральные эфирные масла к носу, и нос сразу же говорит «Warning» – опасно, синтетика. Синтетические эфирные масла вредны для нашего организма, а еще хуже, когда делается смесь натуральных и синтетических эфирных масел. Почему? Я рассказываю об этом в своей программе. Поэтому, когда мы говорим про клиническую ароматерапию, это только стопроцентные натуральные эфирные масла высочайшего качества. Это определенные методики. Когда мы говорим о клинической ароматерапии, то мы можем смело говорить, что это раздел восстановительной медицины. По-другому можно сказать, что это реабилитационная медицина. И аромамасла, препараты на аромамаслах, методики с использованием аромамасел заменяют до 80% фармпрепаратов. Это правда. Некоторые школы ароматерапии, в том числе ИРИС, в котором я училась, заявляют, что аромамасла заменяют 98% фармпрепаратов. Я с этим не соглашусь, так как я не узко ароматерапевт, я еще фитотерапевт. Я сразу же хочу сказать, что у трав гораздо более широкий спектр воздействия. И те задачи, которые решаются травами, не все из них можно решить только с помощью эфирных масел. Поэтому 80% это будет честная оценка. Когда вам говорят, что все вопросы можно решить с помощью эфирных масел, это неправда. Это, как правило, сетевые приемы. У нас достаточно много сетевых компаний занимается эфирными маслами. И когда люди начинают рассказывать, что с помощью эфирных масел можно лечить онкологию, только с помощью эфирных масел. Не верьте им, пожалуйста. Это может быть опасно для вашего здоровья в случае онкологического заболевания. С помощью эфирных масел можно профилактировать онкологические заболевания. Это может быть дополнительное лечение при онкологических заболеваниях, но никак не основное. Можно время на этом потерять и потерять на этом даже жизнь. Конечно, эфирные масла это очень интересные субстанции. Они концентрированные, они получаются методом дистилляции. Есть другие методы, но в основном мы используем те эфирные масла в терапии, которые получаются методом холодной дистилляции. В каждом эфирном масле от 250 активных компонентов. Конечно, там есть основные молекулы, есть минорные компоненты. И, конечно, в первую очередь мы ориентируемся на основные молекулы, чтобы понять профиль эфирного масла. Но минорные компоненты тоже имеют большое значение. Точно так же, как в травах. Я достаточно часто говорю, еще раз повторюсь, что извлечение какого-то одного вещества из растения или из эфирного масла, одной молекулы, снижает эффективность действия этого средства. Об этом написаны многие-многие книги умными людьми, докторами наук. Поэтому я не буду долго на этот счет распространяться. Для нас с вами важно знать, что эфирное масло это достаточно сложная субстанция с большим количеством биологически активных веществ. И поэтому оно может работать очень эффективно. И, конечно, эфирные масла позволяют нам работать системно. Что значит системно? Это значит и с причиной, и с механизмом заболевания, и с симптомами. Но важно понимать, что даже клиническая ароматерапия это не экстренная медицина. Что это значит? Ну, например, при порезе каком-то, при ожоге, при укусе вполне можно очень эффективно использовать эфирные масла. Многие из вас знают, что у меня дома 4 домашних животных, 3 собаки, 2 из которых достаточно большие, это мастифы. Я преимущественно все их задачи решаю с помощью эфирных масел. Другое дело, что я сразу же хочу сказать, что с животными надо аккуратно, им не все эфирные масла подходят. И я применяю для них минимальные дозировки в силу особенностей их физиологии. Словно говоря, собаки мои весят по 50-60 килограмм старше, но при этом я использую для них 1% детскую дозировку. Им вполне хватает. Не 3% взрослую, а 1% детскую. То есть если вы порезались, если вы обожглись, вы вполне можете использовать эфирные масла, и это будет эффективно. Если у вас вирусное заболевание, эфирные масла тоже будут эффективны. Если вы отравились, эфирные масла тоже могут быть эффективны в первом моменте времени. Но если это жизнеугрожающее состояние, например, острый сердечный приступ, конечно, надо вызывать скорую помощь. До приезда скорой помощи эфирные масла тоже могут помочь. Например, они эффективно снижают давление. Но запомните раз навсегда, если вам говорят, что с помощью эфирных масел можно решать любые проблемы со здоровьем, это неправда, к сожалению. Поверьте мне, эфирные масла дают столько нам пользы, что экстренные случаи можно действительно и нужно оставить экстренной медицине. Это важная такая история. Я вам покажу только один пример. Есть огромное количество исследований по эффективности эфирных масел в самых разных областях. Я вам покажу только один слайд, как эфирные масла работают с бактериями. Вот смотрите. Такие эфирные масла, как чабрец, гвоздика, мускатный орех, полностью убивают бактерии. Посмотрите, за какое короткое время. Это и бактерия тифа, это и кандида, и дифтерийная палочка, и коковая флора, которой очень много. То есть стриптококки, стафилококки, с которыми люди долго живут и мучаются. Ну и такие истории, как микоплазма, уриоплазма. Вот кандида, например. У меня есть в моей практике достаточно много кейсов, когда мы вылечили кандиду с помощью ароматерапии. У людей, у которых хронически был низкий ферритин, потому что железо все уходило в кандиду, вырос ферритин и ушли очень всякие неприятные явления, связанные с кандидой. Ковид. Два года, три года ковида, да, сейчас уже у нас скоро четвертый год ковида начнется. Мы стали к нему поспокойнее относиться. Но я хочу сказать, что все, кто был в клубе у меня в 2020 году, все знают, насколько эфирные масла эффективно работают против вирусов. Да, ковид сейчас не является основной темой, но вирусы никуда не делись. И вообще всегда и во времена ковида были поливирусные инфекции. То есть там был не только ковид, там были и вирусы гриппа, и другие вирусы. И эфирные масла подтверждено научными исследованиями. Лучшее средство для профилактики и самого первого лечения вирусной инфекции. Я хочу сказать, что я не расстаюсь со смесью противовирусных эфирных масел. Она у меня всегда в сумочке. Вот сейчас у меня была большая поездка, там было пять перелетов. Два длин, не, не пять, семь. Если еще считать между Санкт-Петербургом и Москвой перелеты, у меня было семь перелетов. Представляете, что такое перелеты? Это аэропорты, это большое количество людей в самолете. Мой обратный рейс Бангкок-Москва кашляла, ну, 50% самолета. Потом мы стояли на паспортный контроль, за мной стояла за спиной вплотную китаянка, которая кашляла бесконечно. Что я делаю в этой ситуации? Я достаю свой флакончик противовирусной смеси эфирных масел, делаю несколько холодных ингаляций. То есть вдыхаю просто это эфирное масло и полностью расслабляюсь. Почему? Потому что и вирусы, и эфирные масла занимают одни и те же рецепторы на слизистой носа. И если у нас слизистая носа защищена, для этого она должна быть, во-первых, уложнена, не должна пересыхать. Во-вторых, если у меня эфирное масло туда вошло, оно рецепторы заняло. И вирус уже туда не попадет, потому что рецепторы заняты. Они одни и те же рецепторы используют для проникновения в клетку. И все, кто у меня учился аромахолистике на моей программе, не все это умеют, все это делают и очень-очень редко или практически не болеют. Поэтому, когда мы знаем, где и как применять ароматерапию, она очень-очень эффективна. Но не надо делать из нее панацею. Там, где она неэффективна, давайте честно говорить о том, что она неэффективна. Я вам покажу несколько кейсов. Сегодня, когда готовила для вас презентацию, вспомнила Буратино. Помните, было выражение такое? Он говорил, папа Карло, я вырасту и куплю тебе тысячу курток. Вот у меня есть сотни и сотни очень интересных кейсов, когда я работала преимущественно ароматерапией или только ароматерапией со своими клиентами. Я вам не буду показывать сотни кейсов. Я вам покажу несколько кейсов просто из разных областей, чтобы вы понимали, где ароматерапия может быть эффективна. Вот такой достаточно показательный кейс. Ксения, 32 года, пришла ко мне. У нее обострение хронического тензелита были 5-6 раз в год, в том числе летом. Ну, то есть, представляете, обострение хронического тензелита. Тензелит, как правило, две недели. Ну, то есть, человек из болезни не вылезал практически. Мы сделали аромодиагностику. Мы прошли очистительно-восстановительную программу, потому что хронический тензелит связан в том числе с тем, что организм, иммунитет не справляется, потому что он перегружен. Мы делали программу уха, горло, нос два раза в год и программу иммунитет один раз в год в августе. И ей была дана индивидуальная схема, которую она может использовать при первых признаках обострения и для профилактики. Какой был итог? Мы с ней общались, она ко мне пришла в 2018 году, соответственно, мы с ней общались в начале 2022 года. Три года без обострений и никаких АРВИ, никаких простудных заболеваний. Если человек научился правильно использовать для себя аромомасла. Другой случай, очень интересный, больше по моей специализации связан с гинекологией. Надежда, 47 лет, пришла ко мне с кандидозом, и у нее была лейкоплакия шейки матки. Зачастую, когда у женщин, женщинам ставят такой диагноз, им говорят, что это предраковое состояние. Ну, на самом деле, это не совсем так. Лейкоплакия не является предраковым состоянием, но если она длительное время у женщин существует, она увеличивает риски, скажем так, развития онкологии. Что мы сделали? Мы сделали аромодиагностику, мы сделали очистительно-восстановительную программу, с которой в аромотерапии я начинаю практически всегда, чтобы организм восстановился, чтобы у него появился собственный ресурс на работу с заболеванием. Мы прошли противогрибковую программу. Сейчас скажу даже, сколько это было. Две недели очистительно-восстановительное, три недели противогрибковое. То есть через пять недель она пошла к гинекологу, и никакой лейкоплакии. Гинеколог страшно удивилась, потому что она ей прописала фармпрепараты, но она сказала, что фармпрепараты пить не будет. Все было чисто, по результатам, мазок на флору, цитология, все было чисто. Вот такие вот кейсы бывают у нас с аромотерапией. Кейс из области косметологии. Мы с вами сегодня поговорим про аромокосметологию, мы сегодня с вами поговорим про аромомасла для возрастной кожи. Тамара, 42 года, позвонила мне, была на косметологической процедуре, колагулировали сосуды ей при куперозе лазером, проснулась со страшным отеком, вернулась в клинику косметологическую, ей там предложили какие-то процедуры определенные, она процедуры сделала, эффекта никакого, отек стал еще больше. Пришла ко мне, что мы сделали? Мы сделали компрессы, потому что в этой ситуации очень важно работать местно. Мы принимали терапевтические эфирные масла вовнутрь, тоже, чтобы убрать отек, мы принимали мочегонные лимфодренажные эфирные масла, ну и в этой ситуации я еще добавила лимфодренажный травяной сбор, потому что отек был действительно очень сильный. Через сутки она мне позвонила, сказала, что после компрессов приема эфирных масел и сбора очень сильно уменьшился отек за сутки, на третий день было абсолютно уже нормальное лицо. Следующий кейс связан с профессиональным выгоранием тяжелой степени. Наталья, 38 лет, человек пришел вообще как выжатый лимон. Человек такой очень, знаете, увлекающийся, очень любящий свою работу, но не учитывающий свой ресурс, когда работа буквально высасывает всю энергию. Мы сделали ароматестирование, сделали программу антистресс, и потом на основе тестирования сделали программу психоэмоциональной коррекции. Еще я ей дала схему индивидуальную при первых признаках стресса, потому что у человека психика такая, что он попадает в эту историю не первый раз. Она, когда ко мне пришла, не первый раз попала в эту историю. То есть выгорание было таким регулярным моментом один-два раза в год. Был это 19-й год, вот мы с ней общались недавно, у нее появился навык профилактирования стресса и выгорания с помощью эфирных масел. При первых признаках она начинает использовать нашу схему индивидуальную антистресс, которую я разработала. Она идет на массаж, опять же со смесью антистресс, которую я для нее разработала. И все. И человек уже сколько получается? Четыре года без выгораний. С удовольствием работает в свою любимую работу. Ну и последний кейс, который я вам хочу показать, это климактерический синдром. Женщина 56 лет. Ирина тяжелые приливы до 20 раз в суток. Сильное ночное потоотделение. Она живет не в России. Обратилась ко мне два года назад. Очень сложно было в ее стране найти какие-либо травы. А эфирные масла можно было найти и заказать. В итоге мы пошли путем ароматерапии. Мы делали трансдермальную гормональную коррекцию. То есть мы делали нанесение эфирных масел на кожу. Мы делали аромомассаж. Мы делали вагинальные смеси. И программу психоэмоциональной коррекции. У нас снижение силы приливов уменьшилось. Частота приливов упала до 2-4 раз в сутки. И это был тот уровень приливов, которые не беспокоили. То есть они стали слабые. И полностью прекратилось ночное потоотделение. Она говорила, что у нее пижаму. Она 2 раза минимум за ночь переодевала 2 пижамы. То есть ей на ночь надо было 3 пижамы. Потому что пижама становилась абсолютно мокрой. И эта история у нас тоже прекратилась. Поэтому в каких-то случаях эфирные масла бывают очень-очень эффективны. Всегда ли? Нет, не всегда. Бывает так, что подобрать аромокоррекцию кому-то не так просто. Но, наверное, грубо говоря, в 95% случаев, если люди обращаются с теми запросами, которые релевантны для ароматерапии, очень быстро мы получаем результат. Потому что ароматерапия для женщин – это не только очень простая история, она для многих еще очень приятная. Потому что это красиво, это вкусно пахнет, это какие-то практики. Либо мы принимаем в ванной, либо мы делаем массаж, либо мы ухаживаем за лицом. То есть это все очень приятно. Такая очень приятная забота о себе. Совершенно несложная. Я вам коротко расскажу про программу, как этому можно обучиться. И потом мы с вами как раз поговорим про то, как делать аппликации в случае дефицита эстрогенов и какие эфирные масла подходят для того, чтобы делать самостоятельно уход для лица. Итак, эта программа называется «Аромахолистика». Это курс клинической, я подчеркну, не бытовой ароматерапии, но он для начинающих. Есть представленные в России более глубокие курсы с изучением хемотипов, с хроматограммами, эфирных масел. Они более сложные, они более длительные, более дорогие. Если вы еще только начинаете, я считаю, что эта программа, она объективно одна из самых лучших, потому что она простая, она компактная, она понятная, она очень практическая. И поэтому это курс клинической ароматерапии, но для начинающих. Если вы уже специалист в ароматерапии, конечно, программа это не для вас. Что из себя представляет эта программа? Вообще, когда я ее записывала, а был, дай бог памяти, мне кажется, 18-й год, задача стояла следующая. Как в наше непростое время, тогда казалось уже, что время непростое, представляете, хотя 18-й год был таким годом благодати, самостоятельно сохранять энергию, здоровье и красоту методами ароматерапии. Не только для себя и для своих близких. К тому времени я провела очень много отдельных вебинаров на отдельную тему, отдельных мастер-классов, например, посвященную простудным заболеваниям, посвященную аллергии. И люди говорили, как классно, я начинаю применять, я получаю результаты. И очень просили сделать этот курс. И я записала этот курс. Курс абсолютно честный, профессиональный, без каких-либо сетевых уловок, без преувеличений, абсолютно непредвзятый, не привязанный ни к каким производителям, как это часто бывает. Поэтому очень он хороший. Что внутри курса? Он очень компактный. Там нету ничего лишнего. Практика, практика, еще раз практика. Шесть недель занятий, четыре модуля, 18 практических видеоуроков, предзаписанных, которые вы можете смотреть в любое время. Там легкие, вдохновляющие домашние задания. Очень мне нравится, как люди их делают. Я их проверяю сама лично, лично даю обратную связь, даю индивидуальную обратную связь, также на эфире с ответами на вопросы, если при прохождении курса, при прохождении домашних заданий остаются какие-то вопросы. Я вам сейчас покажу какие-то отдельные слайды из этого курса, чтобы вы почувствовали, как он построен. Вот четыре модуля в курсе. Это основы профессиональной фитоароматерапии, где мы разбираем очень важные моменты. Как выбрать эфирное масло, как понять, что оно качественное, как понять, что это подделка. И основные принципы ароматерапии, какие есть методы введения, как эфирные масла использовать. Дальше идет модуль клинической фитоароматерапии, где мы разбираем отдельные блоки заболеваний, рецептуры к ним. Например, простудные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени, заболевания почек. Что, какие эфирные масла и как можно использовать. Очень практический момент ароматерапии в поездках и дома. Как вам собрать собственную аптечку? Как вам выбрать самые первые эфирные масла? И четвертый модуль, он отдельный, он дополнительный. Это как раз аромокосметология. Очень ее все любят, потому что она тоже практичная. Какие-то слайды вам из нее сейчас покажу. Аромамасла, я рассказываю в этом курсе, работают на четырех уровнях. Но вы знаете, моя система, она пятиуровневая. И если мы психоэмоциональный уровень разделим на ментальный, эмоциональный, получаются все те же пять уровней, о которых я говорю. Интересно, кому интересно воздействие аромамасел на духовный или на сакральный уровень, об этом тоже немножко есть. Но больше мы, конечно, фокусируемся на телесном уровне в этой программе. Вот рассказываю, как понять, что натуральный, как понять, какое качество. Категория эфирных масел, которая принята в Германии, потому что она самая лучшая. Например, продаются эфирные масла и говорят, о, у нас эфирные масла категории био. А био – это только третий уровень качества, далеко не первый. Ну, то есть много есть нюансов. Фальсификация эфирных масел. Как правильно понять, что вы покупаете не подделку, а качественное масло. Как делать пробы, чтобы у вас это не вызвало аллергию, потому что бывает так, что какое-то эфирное масло вызывает непереносимость. Аллергии, как таковой, на эфирные масла не бывают, потому что аллергия – это всегда реакция на чужеродный белок. В эфирных маслах белка нет, но бывает индивидуальная непереносимость. Разбираем механизмы воздействия эфирных масел. Это тоже очень важно, начиная с органов обоняния и через все моменты, как это связано, как эфирные масла работают. Вот то, что касается второго модуля. Например, берем там отдельную часть. Профилактика во время эпидемии гриппа и ОРВИ заболеваний. Есть конкретные рецептуры, какие эфирные масла используем. Вот здесь, например, пять разных методов использования аромамасел. Можно в помещении, можно точный массаж, можно капли в нос, можно аромакулол и так далее. И так у нас построено это по каждому заболеванию. Давайте посмотрим, что выпускники говорят. Вот Наталья, например, пишет. Класс! Не могу отлипнуть от уроков. Это очень интересно. Это правда очень интересно. Я, кстати, когда проходила один из своих первых курсов ароматерапии, американский на английском языке, я как раз тогда уехала в Таиланд одновременно там отдыхать и проходить этот двухнедельный курс. Я с утра уходила на йогу, пляж у меня, йога, море, и я бежала бегом-бегом изучать ароматерапию, потому что было страшно увлекательно. Вот как Наталья пишет, не могу отлипнуть от уроков, я точно так же не могла отлипнуть от уроков. Вот Оля Быстрова пишет очень подробно все. Уроки около 20 минут. Удобно, смотрела в любое время. Визуальные пособия. Слушаешь и смотришь. Материал лучше запоминается. Домашние задания несложные, помогают вдумчиво проходить уроки. Информации достаточно для начинающих. Основные моменты ароматерапии раскрыты замечательно. Если были вопросы, получала ответы на прямых эфирах с Юлианой. Сейчас стала применять масла в терапевтических целях. Подруге была пневмония, поделилась с ней маслом эвкалипта. Очень облегчала жизнь. Мама пенсионерку обеспечила аромакулоном с эфирным маслом сосны для профилактики вирусных заболеваний. Минус программы. Осторожно. После прохождения курса хочется приобрести все натуральные масла для себя и своей семьи. Это правда. Ароматерапия – это очень вдохновляющая тема. Кто-то из девочек вчера на эфире спрашивал, Мадина, по-моему, куда пойти учиться фитотерапии. Я, честно говоря, за то, чтобы учиться фитотерапии, люди начинали с ароматерапии. Потому что это гораздо проще. Вы гораздо быстрее начнете практиковать. В ароматерапии сотни с небольшим растений всего используются. В то время как фитотерапия – это тысячи растений. И фитотерапии практически начинать использовать, на мой взгляд, сложнее. Учиться надо дольше. А тут буквально после моей программы вы сможете уже достаточно много делать и применять. Виктория пишет. Очень понравилось. Несмотря на то, что курс для начинающих было покрыто так много тем, вся информация очень хорошо структурирована. Какие-то знания и приемы буду применять сама. А вот смотрите, что человек себе выбрал – изготовление успокаивающих смесей для сна, для ванны, для тонуса. Попробую сделать уходовое средство для лица. По каким-то вопросам пойду к специалистам. Анастасия пишет. Курс прекрасен и очень хочу продолжения. Честно, хочу максимально быстро. Кстати, Анастасия была на продвинутом курсе, который мы делали с моим наставником. Очно в Санкт-Петербурге потом. Теоретическая часть полезна и понятно, хорошо структурирована. Хочется максимально запомнить все. Безусловно, понимание работы сформировалось. Пользуюсь уже в конкретных ситуациях. Миндальное масло плюс ухо горло носа мужа прошел отит. Миндальное масло противовоспалительное. У своей крови меньше болят суставы. Антигрипп ингаляции. Каждый день капаю каплю внутрь маски. Да, это та схема, которую я предлагала при ковиде. Капаем прямо внутрь маски. Эфирное масло. Ну и прекрасно. Антистресс могу спать. Очень хочется идти дальше. Спасибо от всего сердца. Вот такое впечатление у Насти было. Анфиса пишет. Благодарю за такой увлекательный, познавательный и очень интересный курс. Нашла ответы. Информация полезна и нужна. Есть четкое понимание, как применять масла в разных жизненных ситуациях. Очень хотела натуральный дезодорант, натуральные укодовые средства и полечить хронический тензилит. Теперь я знаю, что у меня есть все необходимые знания для этого. Виктория пишет. Модуль замечательный. Новое практически все. Много практической информации. Есть у Виктории какие-то вопросы тут. Ну вот такая история. Уже пользуюсь готовыми спрейми, но хочется сделать свой. Наталья такой подробный тоже образ. Вся информация полезна. Теоретическая часть понятна. Практических рекомендаций очень много. За это отдельное спасибо. Я правда старалась сделать максимально практический курс. Там очень много конкретных рецептур. Рецептур, косметика, ароматизация дома. Общее понимание сформировалось на 100%. Очень интересно. Ну в общем подробно. Любовь к эфирным маслам и природе. Благодарность за то, что создается такое чудо. Хочу теперь на более продвинутый курс. И было бы круто офлайн. Спасибо огромное за курс. Это было круто. Кстати, продвинутый курс у нас проходил как раз офлайн в Петербурге. Давайте теперь к нашей основной теме двигаться. Ароматерапия при дефиците эстрогенов. Если у вас появляются какие-то вопросы, задавайте пожалуйста в чат. Я знаю, что часть девочек, кто проходил программы с травами, хотел пойти на программу по ароматерапии. Она не так часто у нас проходит, к сожалению. Вот сейчас хороший шанс на нее пойти. Итак, что мы делаем с помощью эфирных масел в случае дефицита эстрогена? Во-первых, какие эфирные масла нормализуют эстроген? Это зависит от возраста, во-первых. И в репродуктивном возрасте проще нормализовать уровень эстрогена, потому что мы можем воздействовать на работающие еще яичники в постменопаузе. Это сложнее. Тем не менее, воздействие на область яичников оказывается эффективным. Я долго думала, почему это так работает. На самом деле, когда мы в постменопаузе используем ароматерапию трансдермально, то есть наносим ее на кожу, как будто бы место нанесения не имеет значения. Потому что вы знаете, что рецепторы к эстрогену есть везде в коже. Они есть во многих органах. Они есть в головном мозге. И так как эфирные масла проникают через кожу, они могут проходить через липидный барьер кожи, казалось бы, можно на ладошку наносить, можно на любое место наносить. Но все-таки, наверное, это мое предположение, почему все-таки традиционно, еще начиная с аюрведа, мы делаем аппликации на области яичников. Потому что все-таки, наверное, организм привык в кровоток забирать эстрадиол в этой зоне, там, где у нас находятся яичники. И поэтому все-таки, наверное, можно поэкспериментировать и делать аппликации на другие области. Но то, что когда мы делаем аппликации на яичники, это работает, подтверждено многими и многими людьми в моей практике. Итак, если говорить про эфирные масла, их можно разделить на несколько групп. Шалфей, анис и фенхель. Это эфирные масла, которые содержат молекулы, которые по своей структуре очень похожи на наш эстрадиол. Не один в один, но близки по структуре. Я не стала вам эти молекулы показывать здесь. Как правило, там не хватает каких-то хвостиков. Но в целом это говорит о том, что эта молекула может сесть на рецептор клетки и его простимулировать. А это, собственно, и есть основная задача. У шалфея эта молекула называется склориол, которая похожа на наш эстрадиол. А у аниса и фенхеля одинаковые. Эта молекула, которая похожа на эстрадиол, она называется анитол. Вот это три эфирных масла, в которых в структуре есть молекулы, прям очень похожие на эстрадиол. У других масел на этом слайде нет таких молекул. Почему же они на этом слайде? Кипарис и герань, они действуют через надпочечники. А вы помните, что это еще один путь синтеза эстрогенов. А в менопаузе он единственный. Надпочечники, жировая ткань, ароматаза андрогенов. И получается гормон какой? Кто помнит? Эстрон. Эстрон это основной гормон ряда эстрогенов у женщин в менопаузе. Поэтому кипарис и герань, они воздействуют на внегонадный синтез эстрогена. Поэтому не нужно иметь такие молекулы, как у первой группы эфирных масел. Витекс. Как действует Витекс? Кстати, у меня Витекс здесь есть. Я вам сейчас его покажу. Вот Витекс. Надеюсь, вам его видно. Это достаточно редкое эфирное масло. Я его заказываю в Америке. Оно относительно дорогое. Оно не такое дорогое, как масло Абсолют. Но если вы сравните с какими-то эфирными маслами, хвойными или цитрусовыми, Витекс будет дороже раза в 4, может быть даже в 5. Как у нас работает Витекс? Если вы вчера были на эфире, мы с вами говорили про клопогон, про цимицефугу. Мы говорили о том, что это гипоталамогипофизарный регулятор, который используется в менопаузе. Вот Витекс – это тоже гипоталамогипофизарный регулятор. Если цимицефуга воздействует на уровне гипоталамуса, то Витекс работает на уровне гипофиза. Поэтому Витекс как растение мы эффективно используем при самых разных гормональных дисбалансах, в том числе при ПМС, при сниженном прогестероне и при климактерическом синдроме. То есть здесь воздействие будет через гипоталамогипофизарную систему. Ну и наконец, следующая группа – это роза, нероли, жасмин, ланг и ланг, лаванда. И вообще считается, что вся цветочная группа масел по-другому называется женская гормональная группа. Как они воздействуют на уровень эстрогена – не совсем понятно. Механизм еще не совсем изучен. Молекул каких-то специфичных, которые похожи на эстрадиол, там не обнаружены, но тем не менее они действуют. Я думаю, это в первую очередь эффект гармонизации психоэмоциональной сферы, потому что женщины очень любят эти эфирные масла. Они гармонизируют психику, они имеют такой успокаивающий, какой-то такой, знаете, обволакивающий, позитивный эффект общий на женщинах. Когда мы гармоничны на уровне психоэмоциональной сферы, соответственно, весь организм работает хорошо. Стирекс, корица и можжевельник, они стоят особняком. И у кого-то из женщин они дают положительный эффект при дефиците эстрогенов, у кого-то нет. Мы чуть позже поговорим. Почему? Потому что мы все с вами разные. И, например, в аюрведе используются разные эфирные масла для омоложения в зависимости от вашей аюрведической конституции. Способы введения эфирных масел есть самые разные. Трансдермальные. Это нанесение на кожу, и тут есть аппликации, тут можно использовать молочко для тела, аромамассаж. Вагинально используются эфирные масла. Ингаляции в виде аромакулона, в виде аромалампы, в виде терапевтических духов, которые мы наносим на себя. И эфирные масла еще используются внутрь. Их тогда, как правило, помещают в капсулы, либо мы их используем на эмульгаторе с помощью пищевых масел. В пищевые масла мы вводим их и принимаем вовнутрь. Я, кстати, не рекомендую самостоятельно принимать эфирные масла вовнутрь. Это очень практикуют активно сетевые компании. Не мои коллеги, а роматерапевты. У нас есть профессиональный чат. Кто был в профессиональных чатах сетевых компаний, видели, к каким последствиям зачастую это приводит при неграмотном употреблении. И мы сегодня с вами будем говорить про трансдермальный способ, а именно про аппликации. Итак, кстати, местное лечение при дефиците эстрогенов делится на 4 группы. Это аппликации с эфирными маслами, это вагинальные смеси с эфирными маслами, которые вводятся внутрь влагалища, и вагинальные свечи с эфирными маслами, которые тоже вводятся внутрь влагалища. Еще есть вагинальные тампоны, но они делаются не с эфирными маслами, они делаются на слизи, содержащих травах, что тоже очень важно. Поэтому кто не хочет, например, применять гормоносодержащие кремы и лубриканты, например, тот же авистин, или у кого есть противопоказания, вот это, конечно, ваш путь сохранения здорового влагалища в менопаузе, потому что зачастую есть такие симптомы, как сухость, дискомфорт во время интимных отношений. Мы сегодня с вами поговорим про аппликации с эфирными маслами, потому что эта штука самая простая, самая комфортная и для многих достаточно эффективная. Хотя лично я очень люблю смеси, и на своей программе «Трава для красивой менопаузы» мы подробно разбираем все эти варианты. Итак, давайте посмотрим, какие эфирные масла мы используем для смесей, которые мы используем для аппликаций. Вот первые три рецептуры – это смесь трех эфирных масел. В первом случае это шалфей, фенхель и лаванда. Во втором случае это шалфей, фенхель и кипарис. В третьем случае это шалфей, анис и герань. Можно пробовать любой вариант. Все эти масла можно использовать в одинаковых пропорциях. Там, условно говоря, пять капель, пять капель и пять капель. Я потом покажу, на какое количество базы это нужно. И есть еще подход, связанный с аюрведой, который мне тоже нравится. Кто проходил программу «Энергия молодости», мы там делаем тест аюрведический на конституцию и смотрим, во-первых, какая у нас ведущая конституция и какие у нас сейчас есть дисбалансы, если они есть. И тогда мы к эфирным маслам шалфея и фенхель, которые являются ключевыми, потому что, помните, они содержат ту самую молекулу, которая ближе всего к эстрадиолу, можем еще добавить свои конституциональные масла по своей основной конституции или если есть дисбаланс. Очень часто, чаще всего в менопаузе бывает дисбаланс ваты. У нас с возрастом растет количество ваты. Все, что связано с сухостью, с проблемами с суставами – это все вата. И второй дисбаланс, который чаще всего бывает – это капха. Это проявляется в виде застойных каких-то явлений, отечности. А пита у нас проявляется в виде приливов. То есть, если основная проблема у женщины в менопаузе – это приливы, это значит дисбаланс питы. И видите, здесь немножко разные масла используются. Ну и, соответственно, можно себе взять комбинацию из 3-4-5 масел в соответствии с теми нюансами, с теми симптомами, которые вы испытываете или в соответствии со своей конституцией. Вот, например, в моей конституции достаточно много ваты стало с возрастом. Там тонкая кожа, там тонкие волосы, сухость определенная. Я четко понимаю, что да, мне отлично подходит эфирное масло диагеля, отлично подходит эфирное масло семян моркови. Оно для кожи очень хорошо работает. Ну, шалфей, само собой, сандал, да. Те эфирные масла, которые серым здесь отмечены, они подходят для этой конституции, но непосредственного влияния на уровень эстрогена они не оказывают. Тем не менее, я его привела. Вот не зря я купила себе масло кедра, да, в Камбодже. Вот оно стоит по моей конституции. Прям мне хочется его использовать регулярно. Ну и, наконец, в самом низу перечислена цветочная группа масел, о которой мы с вами говорили. И отдельно мне хочется отметить ромашку голубую. Сейчас я вам покажу. Ромашка голубая – это масло Апсолю. Оно очень дорогое. Ну, среди масел Апсолю оно не самое дорогое, но я имею в виду, если сравнивать обычные масла с маслом Апсолю, то ромашка, конечно, будет сильно дороже обычных масел. Но это великолепное, великолепное просто эфирное масло, вот такое маленькое, маленькое совсем. Обычно миллилитрами продается. Один, два, максимум три миллилитра. Одной капли достаточно добавить в ваш крем. Для меня это вот самое лучшее средство для кожи. Я, например, сейчас три-три недели почти была на солнце. Я не пользуюсь практически солнцезащитными средствами, потому что это не очень правильная история. Конечно, кожа подсохла здорово, и кожа требует ухода. Я жду, не дождусь. У меня очень плотный график по приезду. Когда я смогу себе сделать крем, и там обязательно будет масло голубой ромашки. Я очень много экспериментировала с эфирными маслами для ухода. И я понимаю, что вот меня голубая ромашка спасает всегда. К голубой ромашке я могу добавить все, что угодно. Поэтому ромашка голубая, она здесь есть. У нее очень мощный противовоспалительный эффект. Мы ее используем очень часто при разных гинекологических заболеваниях. Но в том числе вот она рекомендуется в каких-то смесях для аппликации на яичники. Я бы сказала, что скорее с целью поддержания яичников в репродуктивном возрасте, если есть там какой-то воспалительный компонент. Но вот для возрастной кожи ромашка голубая – это просто сказка. Как мы делаем смеси? Смотрите, мы берем 30 мл базисного масла. Тут тоже есть о чем поговорить, какое базисное масло использовать. И на 30 мл базисного масла или косметического геля, покажу вам сейчас этот гель, очень часто спрашивают, что за гель. Вот у меня здесь ирисовский гель, например, но он очень дорогой тоже. Можно купить подобный гель на аромашке. Вообще можно купить в любом магазине, который предлагает товары для производства косметики, для домашней косметики. Единственное, обращайте внимание, чтобы в геле там всегда вода, гелеобразователи, по большому счету, там больше ничего не нужно, чтобы там не было каких-то неприятных для кожи консервантов. Так-то можно и гель для УЗИ использовать, потому что там то, что к воде и геле образователи консервант, но в геле для УЗИ консервант бывает не очень хороший. Поэтому лучше все-таки купить в аптеке или в магазине, который специализируется на товарах для изготовления домашней косметики. От 12 до 36 капель на 30 мл. Почему такой большой разброс? У нас у всех разная чувствительность. У нас разная прослойка жировой клетчатки. 12 капель – это ближе к рекомендации к российской школе ароматерапии. 36 капель – это ближе к французской школе ароматерапии, с которой я тоже хорошо знакома. У французов может быть даже большая дозировка. Я всегда стараюсь в терапевтических целях пользоваться нижней границей. Ну и вы тоже можете начать с нижней границы, а потом по эффективности посмотреть и прибавить. Сразу же хочу сказать, 36 капель – не предел, но я не считаю, что нужно делать еще более насыщенный вариант. Теперь про базисные масла. Какие базисные масла тут будут лучше всего? Ну, конечно, лучше всего будет масло примуловечернее. Масло примуловечернее – это вообще великолепное средство для менопаузы. Сейчас вам тоже его покажу. У меня оно есть всегда. Нам важно, чтобы это было масло холодного отжима, потому что вообще лучше всего его принимать внутрь. И для аппликации, конечно, немножко его жалко, потому что масло примуловечернее – оно тоже в несколько раз дороже, чем, например, масло зародышей пшеницы. Вот масло зародышей пшеницы – это выбор номер два. И можно сделать смесь, например, масло примуловечернее – масло зародышей пшеницы. Также хорошо подойдет льняное масло. Если оно действительно свежее, потому что оно очень быстро портится, вообще хранить его нужно только в холодильнике. Вообще все масла надо хранить в холодильнике. Я для вас специально достала, только чтобы показать. Подойдет масло персика, подойдет масло календулы, у него противовоспалительный эффект, и масло зверобоя. Вот масло зверобоя вам тоже достало календулу. У меня просто в большой такой литровой стоит штуки в холодильнике, поэтому я вам ее не понесла. Можно сочетать все эти масла в любых пропорциях. Например, вы можете взять 50% масла зародышей пшеницы, 40% календулы, 10% для себя любимой – добавить масло примуловечернее. Теперь, в чем разница между гелем и базисным маслом? У геля у него более высокая проницаемость. В курсе аромахолистики мы разбираем все базы и плюсы, достоинства каждой базы разбираем. У базисного масла, любого из этих масел, основное преимущество в том, что оно 100% натуральное, потому что в гель все равно добавляют гелеобразователь. Но с гелем иногда работать удобно. Что мы делаем, когда мы эту смесь изготовили? Мы себе изготовили 30 мл этой смеси, чтобы пользоваться ей на регулярной основе. Мы наносим это масло или гель с эфирными маслами на область яичников под пищевую пленку. Либо мы делаем себе пластыри так называемые. Мы берем небольшой кусочек ватки или берем марлевые салфетки, небольшие квадратные, и мы их смачиваем в этой смеси. В этой ситуации, конечно, гель мы не используем, хотя, в принципе, тоже можно. Чаще всего, когда мы делаем пластыри, мы используем базисное масло все-таки. Смачиваем, накладываем на область яичников и прикрепляем пластыри. И аппликации эти меняются два раза в день. То есть вам надо освежить, допустим, 16 часов у вас активного дня. Вы с утра сделали эти аппликации, допустим, в 8 утра и через 8 часов в 4-5 с работы пришли. Кто работает в 6 часов, поменяли эти аппликации, сделали себе новые опять. Можно это делать ежедневно, без всяких перерывов. Но классическая ароматерапия клиническая говорит, что мы используем это курсом 21 день и делаем 7 дней перерыва. В аюрведе перерывы никакие не делаются. Женщины, особенно в Индии, и год, и два, и три, и четыре каждый день ходят с этими аппликациями и получают все плюсы, заботы о себе. Вот такую я вам хотела рассказать историю, как можно делать аппликации на яичники. Это очень эффективно в репродуктивном возрасте, если есть дефицит эстрогена. И это достаточно эффективно у большинства женщин в постменопаузе, то есть в период климакса. Так, что еще хотела сказать? Еще хотела вам показать некоторые кусочки из аромахолистики, которые связаны именно с косметологией, и заодно показать вам масла, оптимальные для возрастной кожи. Мы в косметологии разбираем самые разные методы, как можно этим пользоваться. Мы разбираем подробно все базы, какие базы подходят для сухой кожи, какие для нормальной, какие для увядающей, что делать с гелем, что делать с гидролатами. Разбираем, какие эфирные и базисные масла оптимальны у нас тоже для разных типов кожи, в каких ситуациях. Отдельно разбираем параорбитальную зону. Вот, кстати, масло примуловечернее, оно оптимально подходит для параорбитальной зоны. Эфирные масла тоже отдельные, совершенно для параорбитальной зоны используются. И вы получаете конструктор уходового средства, то есть вы понимаете, как выбрать базу по типу кожи, вы понимаете, как выбрать основные эфирные масла, которые тоже подходят по типу кожи, а потом, как выбрать масла специалисты, если у вас есть какие-то нюансы. Например, купероз. Вот при куперозе одно из самых эффективных эфирных масел – это масло розового дерева. Помимо купероза мы разбираем отеки, мы разбираем пигментные пятна, мы разбираем морщины, мы разбираем, что делать с точки зрения лифтинга. Любые проблемы кожи, которые связаны либо с заболеванием кожи, либо с возрастными изменениями, мы подробно-подробно разбираем. Вот, например, увядающая кожа морщин. Мы используем такие-то, такие-то масла. Если это цитрусовые, то мы не рекомендуем выходить на солнце. Кто хочет, сделайте себе скрин сразу же, потому что самые лучшие масла – это ладан, это сандал, это бархатцы. Не написала здесь «бессмертник» итальянский. Вот, кстати, тоже очень интересное масло ко мне приехало из Франции. У меня достаточно большая коллекция эфирных масел, я думаю, что что-то там за сотню. Вот сандал тоже, тоже возрастное масло, которое очень хорошо использовать. Ну и, конечно, абсолю, все масла абсолю. Вот у меня роза, у меня роза тут из двух источников. У меня есть роза ирисовская, и у меня есть роза иранская. Ирисовская роза, конечно, запредельно дорогая, а из Ирана мне привезли очень хорошую качественную розу по адекватной цене тоже абсолют. Здесь 2 мл, а здесь 1 мл. Ну, то есть абсолюшки, они продаются вот 1-2 мл. Я брала себе 3, соответственно, мне приехало в такой вот таре. Что еще хочу сказать? Помимо увядающей кожи, мы разбираем там лифтинг, мы разбираем суперлифтинг. То есть все, что нужно для того, чтобы поддерживать свою кожу, мы разбираем. Вообще, конечно, это очень увлекательно, особенно когда ты видишь результаты. Как я сказала, я жду, не дождусь. У меня завтра еще программа. Наверное, в воскресенье я займусь себе, сделаю свежий крем. Я не делаю крем никогда больше, чем на 2 недели, чтобы он был максимально эффективен. И на каждый тип проблемы кожи или типа кожи у нас прям есть примеры уходового средства в программе. Вот, например, для чувствительной кожи. Мы берем половину масла зародышей пшеницы, половину масла семян моркови. Масло семян моркови для кожи это что-то с чем-то, да, витамин А, в зародышей пшеницы, витамин Е. И мы берем масло кедра, масло и сопа. И вот как раз ромашка абсолютно, самая голубая ромашка, о которой я вам рассказывала. Бомбический просто рецепт, если по каким-то причинам ваша чувствительная кожа почувствовала себя не очень хорошо. Честно вам скажу, мне зачастую не хватает времени для ухода за кожей. И иногда моя кожа прям жалуется. И вот один из подобных рецептов он восстанавливает просто за один раз использование. То есть ты с утра попользовался кремом, и ты к вечеру уже чувствуешь, что кожа прямо перестала болеть, да. Что она оздоравливается прямо на глазах. Но, на мой взгляд, можно, конечно, без ромашки Абсолю это делать из другой комбинации масел. Но для меня ромашка Абсолю, конечно, действует совершенно волшебно. Что про программу, именно про модуль косметологии говорят. Большое спасибо за информацию. Очень легко для восприятия, при этом очень информативно. Спасибо огромное. Модуль очень полезный и практичный. Вот прямо бери и пользуйся. Это правда. С одной стороны, прямо бери и пользуйся. А с другой стороны, большое пространство для творчества. Поняв принципы, вы можете для себя сами изобретать рецепты по уходу за кожей. Настя пишет. Блестяще, волшебно. Хочется экспериментировать. Дает удивительный поток энергии. Ночью села дописать домашнее задание. И до этого сил не было. Сейчас не могу оторваться. Это правда. Вот курс он такой волшебный, вдохновляющий. Он и легкий, и дающий энергию, и очень-очень полезный.